Во Владивостоке состоялся пятый региональный чемпионат WorldSkills Russia, в котором приняли участие почти 300 приморцев. В течение пяти дней участники соревновались по 42 компетенциям, среди которых администрирование отеля, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, парикмахерское искусство, кондитерское дело, спасательные работы, медицинский и социальный уход, IT-решения для бизнеса, сварочные технологии и другие. Все участники получили на путственные слова от губернатора Приморья Олега Кожемяка. За этот год постараемся оснастить наше учебное заведение новым современным оборудованием, сделать так, чтобы практические навыки, получаемые в УЗИ и получаемые в колледже, могли служить вам последующим хорошей школой, хорошим подспорьем получения будущей профессии, чтобы вы не боялись шагать во взрослую жизнь, получив специализацию именно в учебном заведении. На территории Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа прошли мероприятия по компетенции спасательные работы, участие в которых приняли студенты колледжа, а также команда из Хабаровска. Перед будущими спасателями была поставлена непростая задача – за один час при помощи определенного оборудования вытащить двух пострадавших из так называемого технического лабиринта. Да, участники должны показать высокие свои знания и умения, то, что они проходили на подготовке к чемпионату. Основное – это соблюдение мер безопасности при работе с аварийно-спасательным инструментом и корректное обращение с пострадавшими. И самое главное – это меры безопасности. Задания чемпионата WorldSkills Russia такие, что даже опытный профессионал не всегда сможет выполнить поставленные перед ним задачи. Поэтому время здесь не главное. В первую очередь на соревнованиях эксперты смотрят на выступления каждого участника команд. Этап на самом деле был очень трудный, но мы почти справились, у нас случился обвал, к сожалению. Но эмоции положительные, как говорится, надо быть всегда на веселе. На самом деле все соперники сильные, все команды подготовлены в месяц трудных тренировок, но все довольны своим результатом, кто как подготовился, так и получается результат. Региональный чемпионат WorldSkills проходил на 12 конкурсных площадках. Так на базе колледжа сервиса и дизайна в ГУЭС свои тренерские навыки показывали будущее спортсмены. Перед экспертами они выступали собственными групповыми и индивидуальными тренировочными занятиями по общей физической подготовке. Наши компетенции в этом году в Приморском крае представлены впервые. Хочу отметить в первую очередь очень хорошую организацию площадки на компетенции, великолепный спортзал, оснащенный по всему полностью инфраструктурному листу, что позволяет ребятам выполнить полностью весь пакет конкурсных заданий, что, к сожалению, не во всех регионах бывает. На торжественной церемонии награждения по итогам пяти конкурсных дней лучшие конкурсанты были награждены памятными медалями. Молодые профессионалы не скрывали эмоций от соревнований и их итогов. Мы готовились долго, усердно, друг другу подсказывали. Подготовка команд на высшем уровне. Моя команда, ну, чуть-чуть хуже где-то выступили. Сильно волновался, что не свойственно для спасателя, наверное, но эмоции все-таки не скроешь. Сложно, слишком много эмоций. За всех рад. Ну, второе место – это не предел, можно стремиться дальше. Моя компетенция называлась «Охрана труда». Эта компетенция велась в первый раз в прошлом году. То есть для всех это новшество в WorldSkills. Очень было сложно понять работу, которая должна была выполнить, но справилась. Победители соревнований в дальнейшем отправятся на полуфинал чемпионата России в Новокузнецк. А тем, кто и там станет победителем, будет дана возможность войти в состав сборной России и представить страну на международном WorldSkills. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.